Я вас уже полюбил, меня для нас всех роднее. Когда я бываю в разных церквах, там мало что можно посвятительствовать про них, а про вас можно везде всегда говорить и вспомнить. Я вас, конечно, приветствую, любовь нашего Господа Иисуса Христа, и очень радуюсь, что мы есть. Очень радуюсь, что таких, как вы, очень много у нас на земле и на всяком месте, это хорошо. Это как вечером в город заезжаешь, и улицы, значит, просвещены, дома просвещены, то есть везде свет горит, везде светло. А если бы один большой лампочек горел в одном месте, ну в этом месте очень было бы светло, а подальше темно. А так, когда помаленьку, и везде это хорошо, так и здесь весь земной шар наполнен, насыщен нашими христианами, и везде горят огонь Духа Святого. Слава Господу. И слава Богу, что и с нами, мы с вами, мы вместе, Господь с нами, слава Ему. Слава Ему. Я как раз, наверное, сейчас, у нас сегодня в городе армянские собрания. Это первое, случается, что собирают всех армян, живущих на северо-западе, там, на юге, в общем, ближе, начиная от Краснодара до Мурманска, там, с Львова, с Брянска, туда, до середины. Ну, кто может, должен сегодня-завтра приехать в Санкт-Петербург, брать только братья, потому что желающих много, места мало. И сегодня получилось так, что, хотя туда, потом, раз мне саму, брат, саму тревожит, говорит, и где, как там, думаю, ладно, с вами немножко поделюсь, поговорю о том, что я в последнее время мыслю, и тогда, после вашего благословения, вы меня отпустите на эту конференцию. Вот. Недавно на такое место мы разобрали, рассуждали, и поговорили, и вспомнили вот такой стих. Это Евангелие от Марка, 9 глава, с 38 стиха. 38 до 42 стиха всего почитаю, и вы поймёте, послушайте, как много сказано в этом маленьком отрывке, дорогие братья и сёстры. При этом Иоанн сказал, учитель, не видели человека, который, человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Вот это очень распространённые действия сегодняшних христиан. Кто не такой, как я, их всех выгоняем и говорим, это чужой, это не наш. Но посмотрите, что Иисус сказал, дальше в двух стихах. Иисус сказал, «Ибо кто не против вас, тот за вас». Я не знаю, кто против вас, но я за вас. Вот так я вас люблю. А против нас всегда есть кто, и против вас всегда есть кто. Вы знаете, мне очень горько увидеть, услышать, рассуждать, когда в 21 веке, когда христианство, когда весь земной шар такой развитий, вот это один из плодов развития, что мы сидим в разных городах, общаемся как рядом, это тоже развитие, значит. И при таком развитое время, когда всё понятно, всё ясно, мне очень жалко, когда некоторые христиане поступают, грубо. Грубо, как вот здесь ученики поступили, не умно, не мудро. Говорят, «Господи, мы видели человека, именем твоим дела делает». Именем твоим дела делает. Ну, то, что за то, что он не ходит в наш церковь, за то, что он не такой, как мы, за то, что он не называется в том братстве, как мы, за то, что что-то у него отличается, мы его запретили. Они уже такие крутые стали, они уже такие властные стали, они уже фарисеев стали, что уже всех, кто им нравится, запрещают. Ну, чудесно, спокойно и хорошо ответил Христос, что «не запрещайте, ибо никто, сотворивший чудо имени Моим, не может вскоре злославить злосной дне, ибо кто не против вас, тот за вас». Я говорю, я горько наблюдаю, горько наблюдаю, что в это последнее время, в это последнее время свободы, когда мы можем свободно действовать, когда у нас есть хороший транспорт, когда у нас есть прекраснейшая техника, мы можем так уже не ехать к вам, чтобы проповедовать, а прямо проповедовать, иметь столько возможностей. И я бы сказал, что сегодня христиане больше заняты обсуждать друг друга, воевать против друг друга, кто из них прав, кто из них сильнее, кто из них твердо стоит в Господе, нежели бороться против этого мира, бороться против греха. Вы знаете, я не хочу сейчас называть имена раздел конфессии, не хочу называть имена раздел церквей, но я неоднократно лично присутствовал, и даже мне было сказано, я вам даже прямо скажу, что некоторые, если узнают, а многие знают, а если некоторые узнают, что я сегодня сижу и с вами проповедую, будут меня осуждать, это не наше вратство, это не наш город, это не наша страна, они не ходят с нами, понимаете, и мне это горько, когда сегодня я вижу, что наши христиане могут с мусульманами вместе работать, общаться, с мирянами могут пообщаться, но с христианами с другой конфессии не хотят общаться, потому что это не наши. Вот это очень горько и заметно, и я бы очень хотел, чтобы мы сегодня настолько бодрствовали, чтобы всех любили. Когда пришел Христос, Христос всех любили, там были садукеи, фарисеи, книжники, дмитрии, законники, они все читали одно и то же Ветхий Завет, одно и то же слова читали, только по-разному понимали, мало что по-разному понимали, так между собой и воевали. Приходилось иногда римским властям разделить их, чтобы они не убивали друг друга. Садукеи, например, не верили, читая Ветхий Завет, читая закон Боисея, не верили, что существует загробный жизнь, не верили, что существует воскресенье мертвых. Фарисеи, это же место, это же книгу, читая эту же книгу, верили, что есть загробный жизнь, и есть, значит, это самое, воскресенье мертвых. И сегодня горько, когда в 21 веке христиане читают одну и то же Новую Завет, И мало что понимают по-разному, еще иногда воюют и критикуют друг друга. Вместо того, чтобы критиковать грех, критиковать неправду и идти, найти людей, предлагать все это время, все это усилия, найти людей, вытащить из этого мира, как когда-то Петр Витасква из моря много Рим. Понимаете? И вот это место я очень хочу, чтобы мы были в наших глазах, в наших ушах, в наших сердцах, что если кто-то не против нас, тот за нас. Есть у нас чудесные места, объяснение, когда Господь говорит, то есть Слово Божие говорит, что если еретика два раза вразумляешь и не принимает по Слову Божию, то отпрощайся от такового. Если кто к тебе домой придет и не придет того учения, то есть учения христианского, значит, того даже и дом не пускает, да. Но если человек именем Христа и именем Христа делает, и во имя Христа это все делает, апостол Павел Филиппийцев в одном месте говорит, первая глава, что одни о любви проповедуют Христа, другие от зависти, третий по любопременю. Я говорю, и тому радуюсь, что христианство и имя Христа распространяется. И после всех этих рассуждений нам больно-невольно приходится или и должно приходить на память вот этот чудесный золотой стих. И чтобы я запомнил всю жизнь, и вы, чтобы запомнили, это 9 глава от Марка, 40 стих. Ибо кто не против вас, тот за вас. И любите всех, потому что нам дано любить Бога и ближнего. И в этом заключаются две законы, все пророки. Если когда-то было 10 заповедей, Бог оставлял своему народу 10 заповедей, значит, не делай то, не обманывай, не воруй, не гради, тот не делай, тот не делай. Когда были четкие законы, что можно, а что нельзя, то пришел Христос, он с одной стороны усложнил, усложнил. И что строже сделал этот закон? Если раньше надо было обязательно спать с женщиной, и это считалось блюдом, то тебе достаточно посмотреть, ты уже блюдник. Усложнил. И с другой стороны, он открыл коридор спасения, он открыл, значит, гуманитарный коридор, сказал, если будете просить прощения, если устами, сердцами будете веровать, устами будете исповедовать, то и будете прощения. То есть, вы понимаете, он дал понять, что человеку, простому, мирскому, плоскому, человеку невозможно жить и ходить и угодить Бога духовно. Человек должен быть или духовный, или плоской. Человек должен быть или холодный, или горячий. Теплый составник Господу неугоден. Понимаете? И вот сегодня мы видим, я не знаю, даже не хочу рассуждать, не хочу осуждать, мы видим, по слову Божию, что очень много есть теплых христиан, которые не поймешь, мирской, или не поймешь, духовный. Но Христос говорит, вот, или будь горячим, или будь холодным. Вот я вижу четкий, горячий, холодный двух христиан, это в образе фарисея и митра, который зашли в храм молиться. Фарисей был такой холодный, он, значит, не имел никакого горячего сердца, по отношению к ближнему, который рядом стоял и берет себя в грудь. Он был такой вот холодный, он только был снаружи, значит, как этот пельмен в холодильнике, годами можно оставить, только его вытащить, чуть-чуть потерять и испортиться. Так он был такой холодный, он просто перед Богом оправдался не внутренним горячим состоянием, а внешним холодным состоянием, что я хожу в церковь, что я отдаю десятину, что я пашусь, я это все обрядно внешне делаю, Господи, вот это для меня достаточно. А то, что внутри, я ненавижу этого грешника, что рядом, это об этом он молчал. А второй миттер, который был горячим, я был перед Богом, он, несмотря на внешний, несмотря на то, что творится вокруг, он очень переживал за свое внешнее, внутреннее состояние, и был себя в грудь, и говорил, Господи, прости меня, я грешник. Вот такого, значит, человека хочет видеть Господь, горячего христианина, который осознает, что невозможно жить на этой земле, и не ошибаться, и не согрешить. Мы все ошибаемся, мы все согрешаем, но мы не все идем к совершенству. Есть такое слово, оно не библейское, но, то есть, не с библией взято, но хорошо подходит к библейским вариаторам. Не тот глуп, кто ошибается, а тот глуп, кто на ошибках не справляется. Мы все ошибаемся, мы все вспотекаемся, мы все путаемся, мы немного согрешаем. Даже если сидя дома, по телефону можно согрешить, вам надо слово не избежать греха. Но есть у нас чудесный ходатай перед Богом. Это наш Господь Спаситель, который пришел, уже для нашего спасения все сделал, и все отдал. Жизнь отдал, кровь пролил, образец показал, все, все он сделал, и воздубил нас еще тогда, когда нас еще не было на этой земле. Теперь нам остается это все с верой принять, и жить, и никого не судить. А кто не против нас, тот за нас. Слава Господу, дорогие братья и сестры. Я еще раз говорю, я не знаю, кто против вас. Вы не знаете, кто против меня. Но я одно знаю, что я за вас. И виза меня, слава Иисусу. Это Богу угодно. Это Богу угодно, этот минут 20-30, когда мы общаемся. Потому что я вчера не помню, где-то был, ну, наверное, не буду сейчас вспомнить, но где-то был, что я вспомнил слова и сказал этому человеку, что сегодня в 21 веке очень угодно Господу. Это вот, ну, я вам открою, значит, евреи, мне хотелось открыть, но открою. Евреи, последние глава, 15-16 глава, значит, 15-16 стих. Посмотрите, что сегодня очень угодно Господу. Не то, что мы там дома строим, не то, что там мы, допустим, какую-то благотворительность творим, не то, что там, я не знаю, какие-то великие дела мы делаем. Вот что угодно Господу и что от нас ждет Господь. Это послание к евреям, 15-16 глава, 15-16 стих. Итак, 15 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвали. То есть, плот, уз прославляющих имя его. То есть, сегодня нам нужно приносить Богу хвалу через Господа Иисуса Христа. Больше нету, не существует никакого другого посредника между Богом и человеком. Один посредник – это Иисус Христос, слава Ему. И ведь через Него, через Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, в Духе Святом, даже приносить Богу хвалу. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвали, то есть, плот, уз, прославляющих имя его. И 16 стих. Это, да, чтобы не получилось, чтобы мы сидим дома, на диване, на хорошем кресле, значит, и с утра до вечера, аллилуйя, хай Бог благословит, до будущего праздника благословит, слава Тебе, Господи, это хорошо, но это мало. Это чисто морально, это чистый языком. А вот в 16 стих. Не забивайте также благотворение и общительность, ибо такове жертве благоугодны Богу. Вот такое жертва на сегодняшний день угодно Богу, дорогие братья и сестры. Когда мы не забываем помогать друг другу, против другу нуждающимся, значит, делать благотворительность и общительность. Вот то, что мы с вами сейчас делаем. Я вам скажу честно, я уже опоздал на конференцию, так уже начнется сегодня-завтра. Я так думал, сегодня, даже ночью хотел, может, написать, что я буду на конференции, значит, меня не будет. Потом думаю, ну, меня не будет там час, никто даже может и не заметить. Но если меня сегодня не будет там общения с моими дорогими братьями и сестрами вровно, это просто будет замечено, что меня сегодня не было. Да, так принято решение лучше чуть-чуть задержаться, поговорить с вами, пообщаться. А то, что я там пропущу, то запись посмотрю, возьму, потом посмотрю. То есть, вы знаете, мы сегодня должны сделать то, что в первую очередь угодно Господу. Один проповедник так сказал. Мы все равно в день очень много забиваем дел делать, который мы хотели делать. Все равно 24 часов маловато. Даже 30 часов маловато. Даже 40 часов маловато в день, чтобы делать все, что мы хотим в этот день делать. Все равно что-то останется. Все равно у нас что-то не хватает времени. Ну, давайте, он призывает так. Давайте, братья и сестры, тогда сделаем первую очередь то, что Богу угодно. А если что-то забудем, на что-то не будет хватать время, пусть это будет мирская забота и хлопот. Понимаете? В первую очередь делать то, что угодно Господу. Галатом тоже есть такой стих в 6 главе. Давайте будем делать друг другу добро. А в первую очередь тому, кто есть христианин, кто есть мой брат или мой сестра. Есть в некоторых местах, что есть первозначный, ну, начальный, значит, тому, Бог побуждает сначала делать или что делать. Поэтому, это сегодня так и получилось в моем рассуждении. Конечно, сейчас многие меня будут критиковать, сказать, вот, значит, ты ради своей славы, чтоб ты там, бельбикер, оставался, значит, поделился, пообщался, не пришел сидеть, чтобы слушать. Но я понимаю, есть люди, которые против нас. Мы их прощаем, мы их любим и стараемся, в первую очередь, делать то, что Богу нашему угодно. Ну, чтобы вас не утомить, значит, вот эти два золотые места я вам уже почитал. Хочу еще одно место почитать, значит, это во Второзаконии. Это мною любимое место в Ветхом Завете. Я когда вам сказал, что один, знаете, я видел на это внимание, сейчас просто косвенно пройду мимо, значит, чуть-чуть, для того, чтобы полностью было сказано то, что я хочу сказать. Что мы поняли, что Христос побуждает нас, побуждает нас, значит, веровать в Него и не осуждать ни критиковать тех, которые, значит, не с нами, но с Богом. Главное, чтобы люди были с Богом. И вот недавно, значит, мне один человек задал вопрос. Я не знаю, что-то я раньше или не замечал такой вопрос, или не отвечал на такой вопрос, но что-то я не помню, что меня кто-то задал такой вопрос. И я отвечаю на этот вопрос, теперь в последнее время начинаю часто об этом говорить. Вы меня слушаете, да? Там что-то переключили в другое место. Я начал в последнее время об этом, значит, часто говорить. Что один брат меня, ну не брат, а человек мирской, говорит, я не знаю, куда меня теперь идти. Я не знаю, в какую церковь меня теперь идти. Все церкви говорят, что мы сами правильные. Все церкви говорят, что приходи к нам. Что меня делать? Куда меня идти? А что, чем хуже в Ольмяно-Григорянском церкви? Я туда прихожу, свечку ставлю, крещусь и ухожу, и мне хорошо. Зачем мне поменять церковь? Знаете, я ему так и сказал, что тебе лично поменять церковь нет смысла. Когда мы меняем места, слагаем, если как-то математические изображения, результат не меняется. То есть, если ты будешь чисто религиозно верить в Господа, чисто будешь обрядно верить в Господа, то разница нету. ДИВАННА